Радио 54 Иногда мы проезжаем там, где не очень любят ездить машины, мы тщательно прорабатываем маршрут, чтобы понять, вообще машина там проедет или нет. И это, знаете, такое ощущение у людей обычно, ну ладно, русские номера, это полбеды, да, о, здесь ездят машины. Подождите, а как вы прорабатываете маршрут? Вы что, туда запускаете этот... С тех пор, как появился интернет, это не проблема. Люди путешествуют очень много, и, к счастью, сейчас они делятся всей этой информацией достаточно быстро, есть куча специализированных форумов, приложений, и вот мы прорабатываем много такие экзотические маршруты, что ни в одном путеводителе не описано, просто особо никому не нужно. Но, тем не менее, ты выходишь на специфические сайты и смотришь... То есть, все-таки кто-то там был на вас? Кто-то уже был, кто-то проезжал год назад, и человек подробно пишет, «Будете приезжать Египет, Судан, подойдите к Мазару», это решальщик, только он говорит по-английски, вот его телефон, он берет там столько-то долларов, и это работает, это работает. Круто. Так вот живет вот эта вот, я бы сказал, туза путешественника. Она очень русская. Много таких людей, которые разделяют ваши увлечения. Я бы не сказал, что их много, они есть, и они есть, и они щедро делятся всей информацией. В Новосибирске большая команда? Ну, вообще, изначально мы начинали путешествие с новосибирской командой, но сейчас она у нас превращается уже, значит, в такую... Всероссийскую. Всероссийскую. У нас размах от Калининграда до Красноярска сейчас, и, возможно, это не предел. Очень важный какой автомобиль? Ну, как минимум, он должен быть проходимым, потому что мы включаем обязательно пустыни. То есть, вот у нас сейчас на очереди очередная часть будет, это в Бацване пустыни, кусочек пустыни Калахари. Это, в принципе, преодоление рек, преодоление там какой-нибудь грязи. И нас все время упрекают, ну, вот зачем вам такие машины? Вы же большую часть по асфальту едете. Говорю, да-да, 90% по асфальту, но 10%, которые остаются, они того стоят. Это впечатление ни на что не применять, когда вы, знаете, несетесь какого-нибудь огромного бархана в пустыне, дэшталют в Иране. Это прям ощущение просто полета. И таких мест еще будет много. Дополнительно как-то усиливаете? Безусловно, машины тщательно готовились, увеличивались баки, клиренс, колеса, багажники. У меня в машине стоит 4 розетки на 220 вольт, постоянно технику заряжаю. Там определенная система подкачки, пневматик стоит, большой будок, что в Индии очень важно, как и казалось, чтобы выжить. Поэтому, безусловно, да, каждую машину мы готовили. Чаще всего это гостиницы, это гестхаусы бывают, в палатках останавливаемся. Ну, вот один из последних разов мы заехали в Танзанию, в какой-то глухой район поесть, но мы посмотрели на эту еду, ну, совсем плохо. И мы остановились на какой-то заправке, там был свет, дело было ночью. И мы разложились, тут же открылась крышка багажника, газовая горелка, жарить картошку. Ну, на всякий случай есть тушенка из России привезенная. Все, представляете, мы с таким удовольствием поели. Поэтому вот все достаточно быстро развертывается, ну, с годами нарабатывается уже такая практика. Я смотрел ваш фильм, где вы были, кажется, в Тибете, где была горная дорога, в свете фонарей там вообще, вы ехали очень медленно, там ничего, по-моему, по серпантину, да, и ничего вообще, никого нет. И вдруг какое-то там, типа, какое-то жилище, люди, они вас приняли, вам там постелили. Вы говорите историю про индийскую часть Тибета. Это была большая проблема, потому что мы были очень, так сказать, измучены. Во-первых, мы были до этого в основной части Индии, ну, 30-35, до 40 жара доходило. Здесь мы взлетели, температура ночью до минус 10 опускалась. Вот такая большая разница. У нас замерзали машины топлива, это только летние. И очень сильно, конечно, бьет горняшка. Бьет горняшка, это горная болезнь. То есть мы в этот день перемахнули два перевала, там, они входят в десятку высочайших в мире, выше 5000 метров. Да, я помню, вы там баллоны с кислородом. Да, 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 мы дышали периодически кислородом, чтобы нам совсем плохо не становилось. И вот мы едем, и я понимаю, что все, уже усталость критическая, уже сил нет, уже начинаются, несмотря на кислород, начинаются. А еще люди снимают при этом. Да, конечно, над всем учением нужно заснять. Ради этого, я так понимаю, все и делается. Вот эти симки, кстати, самые классные. Никто не играет, все по-настоящему. И у тебя начинаются от недостатка кислорода даже галлюцинации. И я ехал, думал, вот хоть бы какое-то было селение, вот я видел его уже на карте, но там, знаете, сложно понять, тем более они закрыты. И нам повезло, вот это был тибетский дом, там тибетская семья. Это была последняя ночь ее в этом, это их семейный мотель. Совпало так. Да, совпало, они уже все вещи зашили в мешки большие. Мы говорим, ребята, пожалуйста, разместите нас, потому что, ну, мы дальше не уедем, еще 300 километров ночью. Они распороли эти мешки, постелили нам, вот мы в спальниках закрылись. Это была одна из самых-самых счастливых ночей, я вам скажу. Это было так здорово. Правда, проснулись вот такой вот огромный слой льда на стеклах, плюс 5 внутри и минус 10 снаружи, и еще 2 часа заведи машину, называется, которая у тебя замерзла. Были случаи, когда на горном перевале весной у нас машину начало стягивать, на самой вершине перевале начало стягивать прямо в пропасть. Ой. Очень неприятные ощущения, поверьте, вот прямо пришлось сильно напрячься, я уже как бы... Почему? Асфальт, лед? Лед, обледенение под снегом. Тогда мы еще были немножко зеленые, мы не понимали, что в горах, даже в мае, как бы снег это вообще норма, он может еще и до конца июня пролежать. Был такой случай, такой, знаете, немножко щекотящие нервишки. Мы заехали в Таджикистан, летом было дело, и началась небольшая войнушка в городе Харок на границе с Афганистаном, там напали афганские талибы на город, и нас дальше не пускали. Сказали, вот 100 километров, не глубже забирайтесь. Это была ночь, было высокогорное озеро, мы сидим, и вдруг с темноты выходит человек 6 или 7 людей в форме небритой, с автоматами. Говорят, слушай, кто главный? Я говорю, ну, я пойдем. Вот, ну, такое на него очень хорошее впечатление. Закончилось все хорошо, оказалось, что это просто пограничники, но ты не всегда знаешь, пограничники это или нет. В Пакистане, конечно, щекотила нервишки история, когда тебя все 10 дней сопровождает вооруженная охрана, то есть едет машина с останковым пулеметом, на нее сидят автоматчики, и они тебя вообще не отпускают, не дай бог, ты остановишься, они вовремя, они выскакивают, и ты чувствуешь, что действительно, то там или земли племен, мы едем там относительно недалеко от Вазиристана Северного, или в Белуджустане, в мятежной территории проезжаем, так там вообще двигаться может только в светлое время суток, даже с сопровождением. А что касается выживания, там, еда, ночлег, вот таких трудностей не было, дикие животные. Ночлегом бывают сложности, когда ты едешь-едешь, и ты понимаешь, что не успел, нет ночлега. Но в машине нет? В машине, да, вот у нас была история, мы были уже границей Индии-Пакистан, перевал Зоджила, его завалило снегом. Два дня мы прождали, на третий нам говорят, его открыли, мы мчимся, 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 и вдруг мы понимаем, что мы в какую-то гигантскую пробку попадаем, 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 и в итоге в 10 часов вечера, когда опустилась темнота, мы стоим в снегах, штату Джамма и Кашмир, впереди нас штук 50 машин, и сзади штук 200, причем это в основном 90% это огромные траки, нам говорят, все закрыто, еще не расчистили, и вот мы в этих снегах стоим, ночью выбора нет, здорово, а рядом ходит такой гималайский медведь, и на все это смотрит, у меня даже фильм есть, кстати. Поэтому такие ситуации бывают, но с едой и водой, слава богу, проблем у нас не было, потому что мы всегда держим что-то типа недельного запаса, потому что понимаем, что в любой момент что-то может произойти. Подготовлено. Вот мне кажется, людям, тем, которые вот сейчас перестали ценить вот какие-то мелочи жизненные, да, вот надо съездить один раз в такое путешествие, чтобы потом понять на всю жизнь, что вот она прекрасна, жизнь. Да вы не представляете, как ты начинаешь радоваться, когда возвращаешься. Я вот сейчас вернулся из Африки, это было в октябре, кстати, я ходил, так смотрел на Сибирь, говорил, ой, как здорово, как здорово, как у нас чисто, как у нас красиво, какие у нас приятные люди, никто у тебя не попрошайничает, не заставляет ничего покупать, ты не боишься, что у тебя что-то своруют. И вот на таком контрасте, ты понимаешь, оказывается, все у нас вообще вот так хорошо. Да, только на этом, вот только так можно ощутить. И вот эта вот иллюзия, знаете, что весь мир-то живет, он вот как в западных фильмах, да ничего подобного. Процентов 70 населения живет-то как раз в жуткой нищете. И вот когда ты едешь по таким местам, ты видишь, ну, например, в Уфию приезжали 100 миллионов населения. Ну, это жуть. Вот мы только заехали в страну, к нам подходит взрослый человек, говорит, у меня одежда не дадите, что-то у меня уже вся истрепалась, больше нет. У тебя еду просят, они не деньги просят, дети просят, знаете, что карандаши, ручки, бумажки, какие-то айпады, какие-то айфон, им писать, рисовать не на чем. Поэтому все познается только в сравнении. Куда дальше? Дальше у нас Южная Африка. У нас сейчас запланирован такой большой маршрут. Сейчас мы заканчиваем уже рисовать его нитку. Это должно быть у нас, собственно, мы стартанем в Танзании, должны проехать Мозамбик, Малави, Замби, Ботсвану. Сейчас, секундочку, дальше Карликовое государство, внутри ЮАР Лесото Свазилент, или Свазилент теперь называется Свазилент, и по берегу ЮАР уже до Египтауна. То есть нам важно до самого юга африканского континента доехать. Твой дом. Твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.